Полным ходом продолжается реконструкция автодорожного моста Нижегородской ГЭС. Сейчас подходит к завершению строительной работы на технически самом сложном участке. С какими трудностями пришлось столкнуться монтажникам и как дальше будет проходить ремонт переправы в нашем следующем репортаже. Ремонт второго участка автодорожного моста Нижегородской ГЭС не прекращается ни на час. Самые сложные 215 метров над водозабором гидростанции, можно сказать, пройдены. При круглосуточной работе с февраля по ноябрь строительные бригады разобрали старые пролетные строения и опоры, вырубили слабые основания моста, после чего восстановили все конструкции, усилив их с учетом расширения дорожного полотна. По словам руководителя проекта по реконструкции переправы Владимира Зазвонова, проводимые здесь работы носят достаточно уникальный характер. Как правило, мосты полностью разбираются и рядом, или на этом же месте строятся новые сооружения. Ну, как правило, такой участок длины, он занимает порядка 7 месяцев работы полностью, когда мы полностью разбираем и на месте строим новые. Здесь же ситуация другая, что здесь он проходит по сооружениям Нижегородской ГЭС, что здесь приходится разобрать и, соответственно, на этом же месте, при сохранении движения, без полного закрытия, собрать практически новое пролетное строение, новый мост. Такая уникальность работ заставляет трудиться строителей в достаточно стесненных условиях. Многие операции приходилось сделать над водой, над действующими агрегатами Нижегородской ГЭС и практически вручную, при непрерывном движении автотранспорта. И можно не сомневаться, что все сделано качественно. Реконструкцией моста занимаются профессионалы. Опыт более 10 лет, причем на разных сложностях искусственных сооружений. Это и железные дороги, это и стакады, это и работы, связанные с мостовыми переходами. В том числе выполнялись работы и на Чебоксарской ГЭС, и работы, связанные по устройству асфальтобетонного покрытия, это и мост через реку Москва, Московской области. Поэтому опыт богат. Сейчас на этом участке завершающий этап ремонта устройства гидроизоляции автодороги. Используются самые передовые мировые технологии. Сначала на плиту проезжей части настилается специальная армирующая сетка, которая еще и компенсирует температурные перепады. Затем на нее укладывается слой наливной гидроизоляции высотой 2 сантиметра. Эту расплавленную массу специально привозят с одного из московских заводов. Затем на застывшее черное полотно уложат 9-сантиметровый слой особо крепкого асфальтобетона, который будут доставлять из Нижнего Новгорода. До конца ноября этот участок планируется сдать. До Нового года должны закончить систему водоотвода со стороны верхнего бьефа под мостом. Тоже довольно сложная работа, потому что приходится выполнять ее со специальных площадок, специальных подмостей. Планируем выполнить барьерное ограждение, закончить берильное ограждение и переключить движение. Кстати, после проведенного ремонта ширина этого участка автодороги будет более 3,5 метров, что существенно облегчит передвижение автотранспорта. А работы на мосту продолжатся и в зимний период. Предварительные сроки сдачи в эксплуатацию второй половины участка – апрель 2018.